Введение невозвратных билетов, что на авиационном транспорте, что на железнодорожном, конечно же, поможет снизить затраты перевозчиков на перевозку. Но вместе с тем должна быть гарантия, что, соответственно, снижению затрат перевозчиков изменится и стоимость билетов, конечно же, в нижнюю сторону. Потому что логично, что и пассажиры тоже должны иметь от этого какие-то преимущества, получая услугу с меньшими гарантиями. В настоящее время, когда действует обязательное требование о возврате платы за авиаперевозку и за железнодорожную перевозку в том числе, конечно же, Федеральная антимонопольная служба выступает за то, чтобы в любом случае при отказе пассажира от авиаперевозки плата за эту авиаперевозку была ему возвращена. Данная мера, отказ от возврата такой платы и введение отдельных предложений по невозвратным билетам соответствует мировой практике. Ну и, как я уже сказал ранее, позволит снизить затраты авиакомпаний на такие перевозки. Мы не видим в подготовленном законопроекте гарантии того, что авиакомпании отреагируют на это снижением стоимости предлагаемых билетов. И мы предлагаем это четко зафиксировать. Вместе с тем, наши переговоры с разработчиками закона о внедрении аналогичных программ по невозвратным билетам на железнодорожном транспорте закончились, я считаю, с более удачным результатом. И, в принципе, есть согласованная позиция на уровне переговоров между Федеральной темнопольной службой и Министерством транспорта о том, что предлагаемые к продаже невозвратные билеты, во-первых, будут касаться только вагонов СВ и купе, то есть тех сегментов рынков сельских перевозок, где тарифы не регулируются, и невозвратный билет будет гарантирован примерно в уровне 10-40% дешевле, чем билет возвратный.